Музыка сфер или голос космоса. На Липецкой сцене впервые звучал термин вокс. Единственный в мире музыкальный инструмент, на котором играют ни к чему не прикасаясь. Классические авторские композиции буквально из воздуха высекала Олеся Ростовская. Моё сочинение, которое сегодня будет мировой премьерой, это первое исполнение, специально к этому концерту я написала сочинение, которое называется «Волхвование зимнее». И оно, как можно понять по названию, такое волшебное, мистическое. Это кажется волшебством. Ноты и мотивы рождаются из ничего. Но в основе работы термин вокса лежат элементарные законы физики. Вокруг антенн термин вокса расположено электромагнитное поле. Вокруг правая антенна своё, вокруг левая своё. И при помощи этих полей я могу контролировать звук термин вокса. При помощи правой антенны я контролирую высоту звука. При помощи левой антенны я контролирую громкость. От космической музыки к народному вокалу. Своим уникальным голосом Лепчан удивил Максим Павлов. Высокий тенор Альтина из Белоруссии. Таких тембров в мире всего несколько, и все они академические. А вот Максим Павлов исполняет народные песни. Его чистый, воздушный и невероятно глубокий голос покорил уже полмира. Ты всегда говоришь, чтобы помнил меня, о любом, вот вставай и иди. Что такое народная песня? Это чья-то судьба. То есть я должен вынести на сцену и подарить зрителям историю, которую очень много, чаще всего в русских народных песнях. Трагизма, плача, обиды, боли, но в то же время и радости, и любви. Поэтому это очень-очень ответственно. Удивляли Лепчан не только уникальными музыкальными инструментами и голосами. Никита Власов, аккордеонист-виртуоз, показал зрителям безграничные возможности этого классического музыкального инструмента. Под аккомпанемент Липецкого государственного оркестра народных инструментов гость из столицы исполнил колоритную русскую народную музыку и новомодный стиль мюзе французского композитора. Просто состояние души, мне прямо лёгкость. Мне просто интересно и нравится слушать эту музыку. Поёт он очень душевно. Мы уже не раз были на его концерте. Очень нравится. Этот музыкальный коктейль прошёл в рамках фестиваля в гостях у филармонии. В ближайшее время Лепчан ждут концерты камерного и духового оркестров под началом известных российских дирижёров, в том числе и военных. Анна Галимбовская, Валерий Фауста. В Липецкое время.